Всем привет! Смотрите на нашем канале самые интересные новости телепроекта Дом-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, подписывайтесь на наш канал на ютубе и на публичную страницу ВКонтакте. Ссылку смотрите ниже, в описании к видео. Тимур Гарафуддинов до сих пор не определился, с кем же он полетит на остров любви. С Сашей Харитоновой он говорит, что будет ждать ее на Сейшелах, а сам тайком подмигивает Кристине Лесковец. Тем самым он оставляет шансы сразу двум девушкам. А мама Тимура, которая недавно приезжала на проект, оказалась очень известной женщиной, звездой ютуба. У нее есть собственный канал, где она охотно делится кулинарными рецептами, а также она пропагандирует сыроедение. Катя Гожвинская после первой брачной ночи с Вовой Гаути весь день рыдала. Участники так и не поняли, от счастья она плакала или от горя. Руслана Мишина с головой окунулась в отношения с новеньким Алексом. Она пишет в соцсетях «Между нами безумная страсть – это то, чего мне не хватало столько времени». Также она пишет, что отношения с Должанским были адские. Он оскорблял ее родителей, поднимал руку. С Колей она больше ни в коем случае не будет, он перешел грань. И Руслана боится, что Коля будет ей мешать строить новую любовь на телепроекте «Дом-2». И действительно, Коля не оставляет попыток вернуть свою Русильду. Он даже пообещал подарить Руслане машину в том случае, если она к нему вернется. Аня Белякова, бывшая возлюбленная Должанского, возмущается. Оказывается, это ей Коля обещал подарить машину, если она к нему вернется. Деньги у Коляна, по его же словам, имеются, машину он уже выбрал. Осталось дождаться, кому же он ее подарит, Мишиной или Беляковой. Кстати, новенький Алекс не является двоюродным братом Михаила Галустяна. И фамилия у него Гулиев. Так что далеко не всем слухам можно верить. Костя Иванов досрочно закончил конкурс под названием «Селфи для Кости». Как вы помните, девушки выкладывали откровенные фотографии в надежде на приз в 5000 рублей. Он написал, объявляю о досрочном финале конкурса, потому что не могу совмещать мое хобби, то есть этот конкурс, с моей симпатией и искренними чувствами к прекрасной самой лучшей девушке. А также Костя боится получить ночью чем-нибудь тяжелым и остаться никому не нужным инвалидом. Это его слова. Андрей Ичуев похвастался, что за время своего пребывания на острове он выполнил обещанное. Обещал он, что бар на Сейшелах будет работать и приносить доход. Мало кто верил, что он может это сделать. И теперь Андрей пишет, никто не хочет из тех, кто говорил, что я с баром ничего не сделаю, извиниться передо мной. Также он говорит, что по поводу дизайна было очень много сложностей, потому что здесь трудно купить что-то стоящее и все украшения обходятся очень дорого. Например, рыбки на баре стоят почти 3000 рублей каждая. Оказалось, что Светлана Торба, которая недавно покинула проект, очень многим нравилась. Еббаров ее до сих пор забыть не может, хотя это именно он предлагал отправить ее домой на рокировки. Костя Иванов раздражает свою девушку Сашу Гозия с тем, что переписывается со Светой. И он не только переписывается, а зовет ее на Сейшелы. Алексу Гулиеву, который якобы пришел к Кристине Лисковец, на самом деле тоже нравилась Света Торба. И теперь Света намекает на скорое возвращение на Дом-2. Она пишет в блоге, «Прошла неделя с тех пор, как я ушла, но ненадолго я вам обещаю тишину». А также ходят слухи, что участником телепроекта может стать Алексей Михайловский. Он продюсер проекта и муж Натальи Варвиной. Просто как-то неожиданно он стал очень активным в соцсетях, так что вполне возможно, что он придет вместе с супругой на проект и покажет, как нужно строить любовь. А также поднимет падающие рейтинги передачи и заинтересует зрителя. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Ссылка есть в описании к видео. Всего вам доброго!